Бывшему первому зампреду правительства Ивановской области Дмитрию Куликову вынесен приговор. Суд признал достаточными доказательства, собранные первым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления Следственного комитета России. Уголовное дело было возбуждено в мае 2016 года. История началась с задержания бывшего главы города Сверчкова, который, можно сказать, с первых дней следствия заявил о своем желании сотрудничать с органами следствия, добровольно рассказал первоначально о получении им взятки, а впоследствии рассказал о том, что этой взяткой ему пришлось поделиться, по его словам, с Куликовым, первоначально занимавшим должность заместителя председателя правительства. Следствием и судом установлено в период сентября 2014 года по март 2015 Куликов незаконно получил от бывшего главы города Иваново Вячеслава Сверчкова 5 миллионов рублей за якобы оказанное содействие в реализации проекта по установке бизнесменам павильонов на остановках общественного транспорта областного центра. Планировалось, со слов Куликова, ему было известно, что данные деньги пойдут в фонд региональных программ губернатора, то есть на поддержку разных социальных программ, на организацию балов, каких-то утренников, в том числе марафон может быть и нам нужен. По версии следствия, подтвержденной судом, деньги не дошли ни до одного из официальных фондов, а сели где-то в недрах карманов обвиняемого, теперь уже осужденного Куликова. Сам он категорически отрицал получение данных денежных средств, вместе с тем, наглядя совокупность доказательств, а именно показания свидетелей, телефонные звонки, говорят о том, что случайными эти контакты и встречи не были. Кроме того, Куликов безвозмездно пользовался легковым автомобилем Volkswagen Touareg, полученным от руководства одной из коммерческих организаций, за оказание покровительства в деятельности этой фирмы, аффилированных с ней юридических лиц. При этом арендную плату по формально заключенному договору аренды машины, общий размер которой составил почти 246 тысяч рублей, обвиняемый не вносил. Данная ситуация была оценена как получение взятки. Мы исходили из того, что, переходя на госслужбу, Куликов и сам понимал, и те, кто его благословлял на этот шаг, а именно руководство группы компаний «Мегаполис», понимали, что он пригодится впоследствии, что его связи, компетенции, полномочия пригодятся в работе. Может быть, даже мы сейчас еще не до конца знаем, кроме этой ситуации, где пригодились эти его служебные качества. Ну и, собственно, для этого была ему предоставлена такая приятная мелочь, как машина, за которую не надо платить. Приговором Октябрьского районного суда Дмитрий Куликов признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и получении взятки в крупном размере. Ему назначено наказание в виде пяти лет колонии общего режима со штрафом в 3 миллиона 700 тысяч рублей. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.